Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы сегодня приветствуем друг друга, как и все 40 дней после Светлого Христового Воскресения, пасхальным приветствием «Христос Воскресе» и отвечаем в течение 40 дней «Воистину Воскресе Христос». Церковь не случайно положила в начало каждой встречи людей друг с другом приветствовать их пасхальным приветствием, не ограничивая только одним пасхальным радостным торжеством события Светлого Христового Воскресения. А в течение 40 дней мы живем, мы дышим, мы радуемся, мы освящаемся этим торжеством. И если мы действительно придем к тому, что Свет Пасхи займет в нашем сердце достойное место, значит Свет Жизни воссияет каждому из нас. Сегодня мы поговорим о тех людях, которым воссиял этот пасхальный Свет в их земной жизни. Удивительно, но Свет Христового Воскресения может воссиять не только человеку неверующему, далекому от Бога, от Церкви, от веры, но и человеку, который не имеет физического зрения. О таковом мы и сегодня немного с вами поговорим. Мы сегодня с вами не можем не вспомнить Святую Матрону Московскую. 2 мая – это день ее памяти, день ее представления. Кто была Святая Блаженная Матрона Московская? Это была очень необычная судьба. Родилась она в семье благочестивых родителей, которые при рождении ребенка узнали о том, что ребенок их абсолютно слеп, у нее не было даже глазных яблок. У мамы появилось греховное чувство, может быть, оставить ребенка в доме, где она родила его, а родила она его в 1881 году. И эта греховная мысль, как молния, поразила ее сознание, но сердце, любящее добродетель, тут же отказалось. Но утверждением в том, чтобы оставить себе ребенка и взять его на воспитание, было чудесное явление. Когда она увидела в сонном явлении голубицу, которая прилетела к ней так близко, села на грудь, и она увидела, что у этого голубя нет глаз. И она поняла, что это Божий знак свыше о том, что эта белая чистая голубица и есть та дочь ее, которую она обязана принять и воспитать в своей жизни. И ее не только забирает из роддома, но и дают ей основы прежде всего нравственной жизни. Дают ей возможность слышать Слово Божие, евангельское благовестие. В семь лет эта девочка, слепая девочка, была уже одарена свыше от Бога даром чудотворений, предсказанием судеб людей. К ней стали приходить больные, к ней стали приходить немощные люди, и получать по своим молитвам, и по молитвам блаженной тогда девочки Матроны, исцеление. Она усердно посещала храм. Будучи слепой, она видела духовный мир. Она видела свет без глаз, без очей. И это удивительное чудо, созерцание света Пасхи своими духовными очами, сделало ее зрячей более, чем те люди, которые приходили к ней во тьме, и сени смертной, неверия и безбожия. Она как-то пригласила одного человека, который жил за 2-3 километра от нее, у которого очень были больны ноги, чтобы он приполз на больных ногах к ней, и по ее молитвам она умолит Господа о его исцелении. И действительно, с утра, начав свое непростое путешествие, он к 3 часам дня приполз к дому, где жила девочка Матрона, и после ее молитвы он ушел на своих ногах. Когда она, будучи отраковицей, посещала храм, то, увидев эту девочку, святой праведный Иоанн Кронштадтский возвестил ей великое будущее, что она станет следующим столпом веры, на котором будет продолжать сохраняться православие. И действительно, святой праведный Иоанн Кронштадтский предсказал этой юной, слепой девочке великое духовное будущее. В 17 лет Матрона теряет возможность ходить. Она становится инвалидом, который прикован к постели и теряет какую бы то возможность собственного передвижения без посторонней помощи. Давайте вдумаемся. Слепая, в 17 лет потерявшая возможность самостоятельно передвигаться, но ни одного слова ропота, ни одного оскорбления, ни одного отчаяния и уныния, она продолжает любить Бога и пробуждать любовь к Богу, к свету, у тех, кто приходит к ней. А к ней, тем более после болезни, стало приходить еще больше больных и немощных. И ее дар исцеления еще больше увеличился. И она стала помогать всем. И те люди, которые получали исцеление, стали приходить с благодарностью. И она, принимая эту благодарность, уже стала кормилицей своей семьи и поддерживала своими молитвами всех тех, кто к ней приходил. Святая Блаженная Матрона предвидела даже свою ближайшую кончину. За три дня она предсказала время своего исхода из временного мира в мир вечного света. Свет, который видела без глаз своей душой, чистой, светлой, любящей Бога и ближнего душой, воссиял для нее после ее представления. Святая Православная Церковь на Архиерейском Соборе причислила к лику святых святую Блаженную Матрону. И вот сегодня День Памяти Блаженной Матроны, у которой мы также можем попросить себе, которой еще не видим того яркого света радости, света Пасхи, света веры Христовой, этого света. Давайте попросим и мы, Блаженная Матрона, ты не видела очами своими свет видимый, свет естественный, но ты сподобилась от Бога созерцать свет духовный. Открой и нам очи духовные, чтобы и мы увидели свет не вечерний, свет, который сам о себе сказал, я есть свет миру, идите моей дорогою, и вы никогда не будете ходить во тьме. Завтра Святая Православная Церковь прославляет еще одного удивительного святого, святителя Николая Велимировича, сербского. Этот святой, так же, как и Блаженная Матрона Московская, которая представилась в 1952 году, пережил времена Великой Отечественной войны. Это нам близкие, современные святые, и святитель Николай Сербский по-особому дорог русскому сердцу. Я сегодня не случайно принес несколько книг. Это удивительная книга библейской темы, в которой святитель Николай Сербский открывает такие глубины души, прикосновения к которым открывает сердце каждому, кто хотя бы несколько глав прочитает из этих книг. Книга писем святителя Николая Сербского, которая так и называется «Миссионерские письма», я советую всем, кто имеет время и желание непременно почитать эти удивительные письма, обращенные к мирянам, к лицам духовным, к ищущим веры, к заблудившимся и упавшим в грех. Святитель с заботливой пастырской рукой, как добрый пастырь, поднимает каждого, вдохновляет силу веры, просвещает светом Христово Воскресение. И еще одна удивительная книжка, которую мне хотелось бы посоветовать почитать нашим зрителям, это «Душа Сербии». Святитель Николай, который настолько был отцом и попечителем сербского народа, что его назвали душою сербского народа. В этих книгах он излагает простые, удивительно доступные мысли, одна из которых не может не прийти на памяти сегодня. Вот о чем пишет святитель Николай в своих удивительных книгах. «Господь ищет созидателей, а не разрушителей. Тот, кто будет созидать добро, тем самым будет разрушать зло. А тот, кто пустится разрушать зло, скоро забудет о созидании добра и превратится в злодея». Не правда ли, какая глубокая мысль великого святителя Николая Сербского? Если человек будет созидать добро, он тем самым начнет разрушать всякое окружающее зло. Не случайно тот, кто будет добром побеждать зло, он будет исполнять, во-первых, евангельскую истину, которая изложена самим Христом. «Не будьте побеждены злом, а побеждайте зло добром», говорит наш Спаситель. Эти слова удивительно точно и ясно переводит нам на наш современный язык святитель Николай. Если в семье, к примеру, образовалась ссора, поругались муж и жена, и если кто-то не злом ответит на злое, не обидой на обиду, не оскорблением на оскорбление, а сделает доброе дело, утешит, успокоит свою половинку, то этим добром может успокоиться буря семейных треволнений. И наоборот, стоит человеку ответить на грубое слово грубым, как оттуда ответной реакцией возвращается два грубых слова. С обратной стороны три, оттуда семь, а тут уже скандал, ссора, а может быть и раздор, а за ним и развод. Для того, чтобы сохранить эти хрупкие семейные отношения, которые уже надорваны злобой, обидой, досадами друг к другу, мы должны вспомнить сегодняшний совет святителя Николая, память которого церковь празднует завтра, в воскресный день. Мы должны вспомнить, что добром, добрым словом, добрым делом, добрым взглядом, добрым поступком мы можем утихомирить даже самую бушующую бурю. Потому что если мы подумаем, что злом можно победить зло, мы тем самым будем увеличивать зло в мире. Но тот, кто будет делать больше добра, тем самым будет побеждать злое. Дай Господи, чтобы в этих двух святых, Матроны Блаженной Московской и святители сербском Велимировиче, святители Николае, мы увидели тот свет, свет добра, свет любви. Для первой, это был свет духовных очей. Для второго, созерцающего вокруг, окружающего мир, это была возможность открыть глаза тем, кто еще этого света не увидел. И так важно нам увидеть в радости пасхальных дней свет Пасхи Христовой. И каждый, кто прикоснется к этому свету, не останется слепым, даже если он потерял зрение, даже если оно у него ухудшается. Тем более, поторопимся прочитать источник света, Евангелие. Поторопимся, пока еще смотрят, умеют читать наши глазки, почитать эти духовные книги, примеров, в которых Церковь, как в сокровищнице, сохраняет для нас пример зрения, зрения духовного, и при утрате физического зрения, сохранение зрения сердца, зрения души. И в заключение, мне хотелось бы, дорогие братья и сестры, ответить на тот вопрос, который часто звучит сегодня в наших православных храмах. А почему Христос после своего воскресения не явился своим распинателем, не явился фарисеем, саддукеем, которые бы, увидев всемогущество воскресшего Христа, уж точно уверовали бы и изменили ход истории? Почему Христос не является сильным мира сего? Почему Он является мироносицем? Почему Он является запертым в сионской горнице апостолом, ученикам Своим и проходит дверями затворенными? Почему столько вопросов сегодня у простого народа? Я хочу пригласить вас в храм, почаще беседовать со своим священником, получать ответы у мудрых пастырей. Это поможет вам сориентироваться в жизни и не потерять свет, который действительно просвещает всех. Это свет Христа. Но если нет такой возможности получить ответ на этот вопрос у пастырей, открывайте снова Слово Божье, открывайте святых отцов, открывайте Игнатия Бречанинова, открывайте труды святителя Феофана Затворника, открывайте труды святителя Василия Великого, Иоанна Златоуста, Николая Сербского и многих святых подвижников, которые отвечают на этот вопрос совершенно понятным языком. Потому свет воссиял в сердцах простых людей, потому что сердца этих людей искали Господа. Тот, кто любит Бога, тот, кто ищет Его, он обязательно его найдет. Свет воссияет в их добрых сердцах. А тот, кто упорствует, ненавидит правду, ненавидит истину, не любит веры, не любит Христа, ему этот свет закрыт. Он словно человек, который закрыл двери своей комнаты и затворил ставни окон своих. Давайте отворим ставни и откроем двери. Пусть войдет в наше сердце Христос. Пусть этот свет Пасхи Христовой воссияет и в нашем сердце. И тогда свет Пасхи Христовой, свет Христового Воскресения, свет Христов просветит и каждого из нас. С праздником Света, с праздником Пасхи, с праздником Святого Христового Воскресения. Христос воскресе, дорогие братья и сестры. И пусть в сердце вашем всегда звучит ответ на это поздравление. Воистину воскресе Христос и нам даровал жизнь вечную. Аминь.